Всем доброе утро в эфире передача о звуке волна в одно слово и тема у нас сегодня очень и очень интересная фаза она же фаза та что в розетке едва ли будет нам интересно потому что мы с вами будем рассматривать фазу музыкальной волны так и что же такое фаза волнееносная для того чтобы разобраться что такое фаза нужно понять что такое противофаза или же фазовое искажение вот зарисуем динамик на данной элементарной схеме представлен динамик ухо динамик номер 2 0 и так сказать волна бюджет нашей передачи уже позволяет применить дополнительную волну которую мы сможем передвигать мы заказывали ее в Таиланде потому что там папирус самый упрогий так что же такое фаза и что же такое две волны верхний бугор означает что динамик когда играет он движется вперед нижний бугор означает что он движется назад то есть у нас получается здесь вот как бы такая вот херота когда он находится в нуле динамик никуда не двигается колебания на них собственно представим что у нас играет гитара через два комбика вот они два динамика и долетает она все вот в ухо собственно одинаково то есть вот таким вот образом если вы обратите внимание то бугры здесь совпадают то есть здесь идет вверх и здесь идет вверх здесь вниз и здесь вниз вот это сигнал можно считать сигналом фазе то есть он складывается абсолютно нормально и у вас будут прием приумножаться басы верха и так далее но все что нужно если же мы перевернем фазу здесь есть такая кнопочка переворота фазы и получится вот так будем считать что вот так получается что у нас здесь вверх бугра тут а на втором динамике здесь низ бугра это и называется противофазой графически выглядит так на слух это слушается как то есть к примеру мы записали с этого динамика сигнал и с этого динамика сигнал у нас все это идет на еще один динамик через который мы соответственно прослушиваем правильно вот и в моментах противофазы то есть когда динамик должен двигаться либо вперед либо назад а у нас здесь звучит два сигнала он будет не понимать куда двигаться и он будет оставаться на месте звучать это будет никак это будет тишина на это если в случае если сигнал у нас абсолютно идентичен один другому как правило чтобы живой природе это невозможно чтобы сигнал был идентичен между нами между нами девчонками математиками вот если прорисовать вторую волну и то о чем он говорит это сумма то есть вот если они играют одинаково получается сумма минус 1 плюс 1 минус минус 1 и плюс 1 они в сумме дают ноль то есть если будет абсолютная противофаза то ничего не получится будет абсолютной ноль а если у вас будет плюс 1 плюс 1 это будет 2 это значит что правильно эстетическое усиление энергии ну и соответственно минус 1 разницы нет никакой в смысле минус 2 в жизни такого не бывает потому что каждый микрофон разный даже если вы берете микрофоны из одной партии они все равно идентично звучать не будут да и абсолютно в одном и том же пространстве вы их не сможете расположить но потому что один как бы уже охотится вот значит получается что вычитается у вас сигнал не абсолютно вычитаются лишь какие-то частоты как правило вычитаются частоты низкие то есть к примеру записываем гитару с комбика двумя микрофонами вот у нас комбик пусть будет и вот собственно первый микрофон и второй микрофон ну представим так неважно в каком месте они находятся но здесь какое различие то есть не задумываясь о фазе может случайно поставить микрофоны на разном расстоянии то есть вот здесь вот она разница это получается и вот здесь вот у нас как раз образуется противофаза точнее фазовое искажение потому что сигнал доходит в этот микрофон быстрее чем в этот соответственно тут волну ловит несколько иную а Субтитры подогнал «Симон» И в итоге у вас что получается? Вы поставили два мега дорогих микрофона, записываете очень классную гитару, но звук получается очень мыльным. Но при этом, когда вы выключаете один из микрофонов, почему-то всё становится вдруг хорошо. Это противофаза. Самый лёгкий способ избежать... То есть вы просто сразу переворачиваете на одном из микрофонов фазу, и он начинает звучать более плотно. Но это самый простой способ. Он, так сказать, пещерного человека. Но это если они идеальны не в фазе, в противофазе полностью. А если они чуть-чуть не полностью расположены... Чуть-чуть не полностью, значит, она в одном случае будет чуть больше верха, например, если на верхах сходится всё как надо, а соответственно чуть меньше низа. То есть вы будете варьировать либо с блёклым верхом, либо с неплотным низом. Недавно смотрел фотографию, не касаясь темы, значит, фестиваль, комбо-усилитель, фендер какой-то у него, тут вот динамик, и микрофон. Микрофон был поставлен вот сюда. И я уверен, что на том фестивале был самый лучший звук в мире. Собственно, как и было уже сказано, методы борьбы с фазовыми искажениями, может быть, в первую очередь это переворот фазы, но тут нужно очень чётко слушать и ориентироваться на плотность инструмента. То есть в первую очередь смотрите за низкочастотной составляющей, когда переворачиваете фазу. Есть вариант вручную двигать волны, но вариант не очень точный, я к нему нечасто прибегаю. И есть такой плагин InFace, который позволяет наиболее гибко работать с фазовыми искажениями. То есть если вы уже намудачили, то есть способ всё исправить безболезненно? Ну, практически безболезненно. То есть он что делает? Помимо переворота, который самый простой, и подгонения одного трека под другого, то есть именно вот этими бугорками, про которые мы говорили, там ещё есть такая очень классная функция, как переворот на определённой частоте. Для чего это всё нужно? Как раз о чём мы и говорили. Если, например, низы у вас идеально складываются, и у вас хороший плотный низ, но верх какой-то блёковый. Именно вот этим плагином мы можем перевернуть фазу только на определённой частоте, на которой как раз происходит вычитание, и у нас получится так, что и низ у нас плотный, и верха как надо острят. На самом деле всё очень сложнее, поэтому снизу видео на ютубе я прикрепляю специальную ссылку от издателя Waves, где специально обученный парень объясняет на примере барабанов, как можно сфазировать всю кухню барабанную. Там более 20 минут. Очень интересная наука. Кому интересно, рекомендую. Ну что такое? Потому что ничего не понятно скажет, что там фаз включил, блядь, и всё работает. Нет, там нужно думать, ухом, слышать. Ну или просто опираться на число. Ну на число ты только опираться, конечно, не сможешь. Всё это надо слушать, это же как бы просто элемент управления. Да. А это видео раз кто-то переводил? А кто-то из вас не знает английский? Ой-ой-ой! Ха-ха! А у нас с вами, дорогие друзья, месяц Мусторга. Что бы это ни значило. Мусторг дал мне погонять несколько примочек и пару гитар. Сегодня у нас примочка Меса Буги. Забыл точное название, но я её называю Меса Буги Ректифайр Педаль. Потому что она делает очень и очень похожий звук на Ректифайр. Меса Буги Ректифайр Педаль. Что вы можете сказать? Насколько звук действительно похож на Ректифайр? Ну звук действительно похож на Ректифайр. Особенно по цене. По цене это просто сопоставимо. Один в один. Один в один. Я очень люблю Меса Буги Ректифайр Педаль. И так бы в полной мере могу оценить данный продукт. Ну конечно, не идентично, разумеется. Но это всё-таки разные вещи. Но также по характеристикам звучания действительно очень серьёзно напоминает. Такой же хрёсткий, плотный звук. Как и у самой плотный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому если вы получаете зарплату в долларах, я рекомендую вам сходить в салон музыкальных инструментов и посмотреть эту примочку. Послушать ее лично, может быть даже приобрести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Шли годы, но творчества от народа почти не поступало. То ли это запор, то ли это народ сгнил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем не менее мне пришлось обратиться к моим друзьям в Англию. Один хороший друг, его зовут Сеймо, познакомил нас. Это прекрасные, прекрасные парни из города Кардифу. Два брата. Один играет на барабане, другой на бас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пацаны очень круто играют. То есть у них прям вот все как надо. Особенно барабанщик. У барабанщика как раз есть вот эта вот страсть. Огонек в глазах. Он все акценты так и расставляет. Вот лично для меня, что такое хороший музыкант? Не тот, который играет сложные партии, а тот, который действительно расставляет акценты. Так сказать, как в группе ICDC, когда чувак играет буквально там три удара, и все звучит как надо. Вот он как в группе ICDC, но только еще и играет сложные вещи. Басист тоже очень классный, но почему-то вот что-то вот немножко в нем яичек что-то не хватает. Но тоже все очень круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пацаны еще не записали свои лучшие работы. Пока есть только импровизационный джем на работе. Поэтому мы желаем им успеха, воли и хорошего звука. Надеюсь, что и у нас на земле русской тоже есть талантливые ребята. Вот я уверен, кстати, что они есть. Но где вы, ребята, где вы? Приходите. Где ваши заявки? Что такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА